За прошедший год количество краж с банковских карт возросло. Магаданский городской суд рассмотрел более 20 таких дел. Преступники пользуются бесконтактной картой, совершают покупки на сумму, которая не превышает 1000 рублей. Чаще всего деньги снимают через банкомат, когда потерпевшие сами сообщают пин-код. Хочется отметить уголовное дело, рассмотренное в минувшем году, по которому потерпевший мужчина попросил лиц, причем уже ранее судимых, приобрести ему продукты питания и предоставил свою банковскую карту и пин-код к карте. Воспользовавшись данными карты, злоумышленники с помощью банкомата обналичили 30 тысяч рублей, которые присвоили. По словам сотрудников ведомства, такие случаи не редкость. Характерный пример – кража крупной суммы денег через личный кабинет банка. Характерным примером такого рода преступлений также является уголовное дело, по которому потерпевшая жительница города Магадана обратилась к женщине с просьбой помочь ей совершить несколько операций в личном кабинете банка, предоставив ей конфиденциальную информацию о своем банковском счете. Воспользовавшись этой информацией, злоумышленница обналичила более 400 тысяч рублей, на которые приобрела автомобиль. Несмотря на то, что виновные получили реальные сроки, виртуальное мошенничество процветает. Часто мошенники работают и в сфере интернет-покупок. Совершают такие преступления из-за действий самих потерпевших. Что же делать, чтобы обезопасить себя и близких? Первое – это никому не передавать свою банковскую карту и данные своего банковского счета. Следующее – при поступлении звонка от лица, который представляется сотрудником банка, прервать разговор и обратиться в ближайшее отделение банка. Не переводить ни в коем случае свои денежные средства на якобы защищенные банковские счета. Также нельзя сообщать посторонним лицам код из СМС и не переходить по интернет-ссылкам, которые вам прислали незнакомцы. Кроме того, не стоит покупать товары с непроверенных сайтов, особенно тех, где просят предоплату или полную оплату. Напомним, за такие преступления Уголовным кодексом предусмотрено до 6 лет лишения свободы.